Музыка Этого события обычно ждут целый год, а потом еще столько же вспоминают. Губерния отметила один из самых ярких татарских праздников – Сабантуй. Как он прошел на Самарской земле, расскажем чуть позже, а пока коротко о главных темах выпуска. В областной столице состоялся второй фольклорно-этнографический конкурс «Этнолик». Кому досталось птице счастья? Там, где веселье и удаль. Казачья ярмарка собрала гостей со всей губернии. Татарский праздник Сабантуй объединил народы. С раннего утра у красочно убранного озера в парке Гагарина собираются люди. Заканчивают последние приготовления артисты, ожидают выхода на борцовский ковер главные герои праздника – Батыры. Так бывает каждый год, и теперь уже никто не скажет, где берет начало этот любимый всеми праздник Сабантуй. Торжество в честь Севы Яровых – праздник плуга, в котором сливаются воедино красивые обычаи и многовековые традиции татарского народа. Праздник начинается с красивого плавного танца. Девушки кружат на сцене с главными символами Сабантуй – вышитыми полотенцами. Раньше с ними не шли в сравнение никакие ценные подарки. В старину праздник Сабантуй был большим событием. К нему готовились заранее. Всю зиму девушки ткали, вышивали. И вот эти вышитые полотенца были самым дорогим подарком для героев праздника – победителей состязаний. Если Батыры демонстрировали на Сабантуй силу, удаль, сноровку, то певцы и музыканты ждали этого праздника, чтобы подарить людям радость и хорошее настроение. Под звуки тальянки просто невозможно устоять на месте. Да и не нужно. В ней заложена такая сила, что она способна объединить всех, говорит известный гармонист Митхатаминов. Раньше без тальянки, баяна и гармошки не обходился ни один праздник. День ли рождения, свадьба ли, провода ли в армию – везде звучали задорные яркие переливы. В этом году о чем ваша тальянка поет? О дружбе, чтобы люди сплотились, чтобы люди культурно могли отдыхать. Это инструмент для народа же. И мы, ансамбль «Идель» тоже работаем для народа, чтобы они пришли на праздники и вообще в жизни радовались, общались друг с другом. Гармошка, она же соединяет людей. В знак крепкой дружбы и сплоченности в небо стремляются разноцветные воздушные шары. За последние несколько десятилетий Сабантуй еще больше укрепил свою позицию всенародного праздника. Отмечают его не только по всей России, но и во многих странах дальнего и ближнего зарубежья, где проживают татары. Сегодня Сабантуй проходит во многих селах и городах Российской Федерации. Сегодня Татарстан и самое главное Сабантуй. Сабантуй отмечает в 60 странах мира на всех континентах. Удивительно, в этом году в маленькой стране Израиль впервые отметили Сабантуй. Благодаря общественной организации «Татары Израиля за Израиль» и благодаря Всемирному еврейскому конгрессу. У меня друзья живут и интересный такой доводь передали. Но в эту году отмечаем Сабантуй. Удивительно, поистине народный, яркий, красивый праздник. С праздником Байрамблен! Татары, русские, таджики, азербайджанцы, чуваши. На Сабанту и люди разных национальностей. Ведь праздник в честь окончания посевной есть почти у всех народов. Очень хорошее настроение у всех народов. Барбу смотрели, угощения, даже тюбетейки дали, подарок. Мне очень приятно. Примерим тюбетейки. Как вам подарок? Отличный подарок. Звенит многоголосием и задорным смехом майдан детского Сабантуя. По традиции малыши начинают игры и соревнования. Мы с маленькими детьми решили сделать вот такой вот небольшой импровиционный флешмоб. То есть все совместно, дружненько научились здесь татарским движениям танцевальным и быстренько станцевали. Тысячи самарцев и множество гостей со всей губернии наблюдали за упорным состязанием за звание абсолютного Батыра. В национальной борьбе на поясах Кереш главное уложить соперника на лопатки или оторвать от земли. В итоге победу одержал Радик Салахов из Заинска, которому и достался традиционный приз – баран. В знак победы, как заведено с давних времен, Батыр поднял его над головой и прошел с ним круг почета вокруг борцовского ковра. Как рассказал нам Радик, его семья испокон веков занимается борьбой. Все родные и с маминой, и с папиной стороны борцы. Лишь поздно вечером участники Сабантуя разъехались по своим домам, чтобы через год снова встретиться на этом самом месте и сказать и Сен-Миссис Хайрликен Дуслар. Добрый день, друзья! Фольклорный этнолик давно перерос в рамки конкурса и превратился в яркий праздник единения традиции многонациональной губернии. За диалогом культур наблюдала наша съемочная группа. Каждый год студенты разных национальностей, разных вузов и разных факультетов собираются в Самарском институте культуры на красочный этнографический конкурс «Этнолик». Участники проекта придумывают творческие номера, подбирают этнические костюмы, готовят блюда национальной кухни, чтобы как можно интереснее представить историю своего народа, традиции и обычаи своих дедов и прадедов. В первую очередь студент обращается к истории своей собственной семьи, к истории своих предков. Многие до этого момента, кроме фамилий, черт внешности, даже не задумываются о принадлежности к той или иной культуре. А вот этот конкурс действительно дает толчок в изучении своей родословной культуры и в желании рассказать о ней другим людям. Праздничность, атмосфере дружбы, единение культур многонациональной губернии придавали яркие национальные костюмы, в которых выступали участники конкурса, студенты пробовали свои силы в четырех номинациях – этно-визитка, этно-творчество, этно-кухня и этно-костюм. Елизавета Шушарина родом из Челябинска. Девушка учится в Самарском вузе и обожает казачью культуру. Принять участие в этнолике ее подтолкнуло желание узнать свою родословную. Я задумалась, кто я и что я могу показать. Это уже современный костюм, который появился в 20-м столетии, и он очень часто его берут как в номера народные. Обязательно кофточка с рюшами, с воротничком. Видите, тут такая басмейт, я не ошибаюсь, приталенная, юбочка длинная, с оборочкой. Желательно, чтобы все это было одного цвета. А есть какой-то секрет еще у казачки в костюме? Настроение. Настроение и душа. Задорное настроение помогли конкурсантке одержать победу в номинации «Этновизитка». И хотя, по утверждению жюри, специальность многих студентов никак не связана с этнографией, это нисколько не помешало им представить себя ярко и достойно. Я убеждена, что любому человеку когда-то кто-то должен открыть его генетический клапан. Если этого не сделано в семье, то вот здесь, на этапе уже обучения, этнографии, этнологии, студент призадумывается рано или поздно над тем, а кто же я, с каким я народом. Это зная себя, узнать многих, узнать других, иных. Вот это, может быть, затертое такое понятие, толерантное восприятие, отношения. Но именно об этом речь идет, чтобы человек мог относиться положительно, с добротой, с теплом, с интересом к другому языку, культуре, менталитету и религии. Поэтому этнолик – это еще и конкурс на знание, понимание и, можно даже сказать, чувствование родного языка. На протяжении всего творческого состязания студенты читали стихи и пели песни на разных языках – азербайджанском, армянском, эрзианском, чувашском. Еще раз подтверждаю мысль о том, что для творчества и дружбы нет границ. В подарок победителям достался символ конкурса «Птица счастья», который несет на своих крыльях удачу в делах, радость и мир в дома, и все самое хорошее. Казаки любят собираться на народные гуляния, ярмарки, праздники, турниры. Веселятся, состязаются, выбирают себе невест. Да что говорить, сейчас все сами и увидите. В старину говорили «Год работай до пота, на ярмарке погуляешь в охоту». Ранним солнечным утром субботнего дня казаки собираются на площади Южного города, на веселую ярмарку. Стекается сюда народ, как и столетия назад, когда собирались на подобных базарах казаки. Покупали необходимое, продавали излишки, обменивались новостями. А молодые казаки перенимали опыт от своих более старших товарищей. Проводим работу с молодежью по патриотическому воспитанию молодежи. Показываем личным примером, как надо любить родину, уважать старших, знать историю казачества и отечества нашего России. На казачьих ярмарках не только торговали да покупали, но и обязательно веселились, как могли. Песни пели, плясали, силой мерились, ремеслом хвалились. Итак, Ольга, сделали шар и бьете в центр, что есть силы. В центр, конечно, я... Вы попадете? Нормально. Хорошо. Работа с глиной – захватывающий процесс. Вокруг гончарного круга собралась толпа. Всем охота посмотреть и поучаствовать. Проводит занятия опытный мастер-гончар Евгений Резниченко. Есть желание увидеть людей, потому что на мастер-классы приходят необычные люди. Они все, кто хочет, приходят на мастер-классы, они очень яркие. И я от них очень много на чему учусь. А что дают люди вообще вам? Мне люди дают ощущение, наверное, полета, необычности людей. Первый горшок не получил, второй, пятый обязательно получится. И я уже счастливый. В старину каждый шестой казак был профессиональным кузнецом, поскольку не мыслил себя без оружия и коня. Как всегда, металл рождается в огне. И потом... Это вот типичный самый казацкий нож. Вот им пользовались казаки. Он очень удобен носить его в сапоге. Были такие особые подразделения казаков, пластуны. Они чем отличались от обычных воинов? Это были самые умелые, самые ловкие бойцы. И, как вам сказать, это был спецназ тот самый. Вот таким ножем они примерно и пользовались. Казаки очень любили нагайку. Недаром в старину говорили – нагайкой владеешь, силу имеешь. Это был особый символ чести и мужества. Даже девушки сегодня с удовольствием пробуют себя в этом непростом мужском деле. Будем показывать фланкировку, владение кнутом, нагайкой. А вообще сложно этому научиться, мастерству? Каких вот навыков требуют? На самом деле по способностям, но требуются усилия определенные. Тренировки регулярные. А чем сложнее владеть? Ну, я думаю, что шашкой, потому что нагайкой намного легче. И уже легче освоить. Хотя приемы те же самые практически. Ну, а какой же казак без шашки? Обучение работе шашкой – это большой труд, который требует немалой силы воли, делится своим мастерством Денис Оськин. Если стукнуть канат вот так вот, то его не перерубишь. То есть ты должен его правильно стукнуть для того, чтобы он перерубился. То есть правильно это, ну, если берем мы конь впереди, то должен удар быть вот, ну, практически перпендикулярный полу. То есть при ударе шашка отводится назад, туда. То есть не туда назад, никуда, а назад от, ну, скажем, от тела лошади. Интересный и на редкость зрелищный вид спорта – рубка шашкой. Собирать сегодня тысячи зрителей, которым интересно посмотреть на силу воли и достижения казаков. Казачий праздник на Самарской земле еще раз продемонстрировал, как казаки через века пронесли самобытную культуру и традиции, быт и военную славу. Это лишь малая часть того, что мы вам успели рассказать. Следите за интересными событиями жизни многонациональной губернии на нашем сайте, а также в эфире Самарского губернского радио. До новых встреч!